Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 апреля и наконец-то я начала готовить грядку для пикировки сибирских сортов томатов в открытый грунт в тоннеле. Многие у меня спрашивали, когда я зимой выкладывала статьи теоретические, как я выращиваю в открытом грунте рассаду, спрашивали, как я готовлю грядку, может быть поливаю каким-то кипятком или накрываю пленкой для прогрева. Я всегда говорила, что буду отвечать тогда, когда буду делать. Вот сейчас я буду делать грядку, сегодня-завтра, и про подготовку грунта скажу. Ничего особенного и дополнительного я не делаю. Я просто выбираю в солнечный день, вскапываю грунт, никаким кипятком не проливаю, это очень проблематично, негде взять столько кипятка, ничем не прогреваю, нам нужна, мне нужна вот для посадки, только верхний слой вот такой, рассада небольшая, она коренастая, вот 10 сантиметров. В солнечный день, это такой размер прогревается очень быстро, с утра до обеда, мы обычно высаживаем после обеда. Я вот когда солнечный день, я один день делаю грядку, потому что это очень долго наметить, сделать дырочки. Второй день высаживаю, земля прогреется, после обеда начну высадку и закрыть пленкой. И во время вот такой солнечной погоды, там очень быстро, за полчаса, за 40 минут, температура сильно поднимается и почва прогревается. И в ночь они идут уже в горячей, в теплой, прогретой почве. Вот подготовка грунта самая-самая минимальная, просто вскопать, просто разровнять. Сейчас буду разравнивать, руками все комочки буду разбивать, формировать грядку, натягивать буду сейчас ниточки, где дорожки, какой размер грядки. Отдельно сниму видео, как я маркирую грядку, на каком расстоянии делаю бороздки, на каком расстоянии делаю дырочки. Это отдельная тема, она очень, как, буду рассказывать, почему именно это расстояние, зачем, какие с краю, какие в центр высаживаю сеянцы. Но вот сейчас только про подготовку грядки. Грядку дополнительно никак не готовлю, вот вы видите, просто вскопано. Сейчас я определю, где у меня будет край, отступлю немножко, протяну веревочку и буду выравнивать все комочки, все руками перетирать, разравнивать вот так ладошкой. Все, грядка будет готова, она будет прогреваться. Если у вас очень холодный, например, регион, можно сверху прикрыть полиэтиленовой пленкой, вот так прям в длину. Я иногда так делала, когда очень рано высаживала. За день, за два под пленкой почва будет прям горячая, готова к посадке. У нас в этом году погода показала зубки свои, мы не могли даже ни одной грядки вскопать до сих пор. Вот завтра уже 1 мая, у нас грунт еще до того влажный, что если вот так пройтись по нему, я хожу и прям он как ступня проваливается и там мокро, сыро. Но так как ждать уже дольше некуда, я начала все-таки одну грядку сделаю сегодня-завтра, остальные там через неделю, через две. Снегопады поздние очень увлажнили землю, она вот видно даже на вид, она до того сырая, что ее даже копать неудобно. Но зато выходные у нас, наконец-то муж дома добрался до теплицы. Вот из двух поломанных ему удалось даже собрать одну небольшую 6-метровую теплицу. И зато у меня теперь вот такая куча металлических вечных палочек помидорных. Все болгаркой распилили. Надеюсь за эти выходные мы уберемся на участки, сделаем все, подготовим почву. Первый раз в жизни муж предложил мне сделать капельный полив. Вот что-то тут сооружаем, будет делать капельный полив. Ни разу этим не пользовались, у нас вообще не распространено. Но все руками, ведрами, шлангами. Ни у кого у соседей даже не видела я капельного полива. Будем делать на свой страх и риск. Вот бочки такие. Это у нас бочки не реклама лукоила, это просто такие бочки нам нашлись. Вот из них будем делать капельный полив. Если у кого нет капельного полива, я ни разу не делала, я сделаю, поделюсь своим мнением, впечатлением. Но у многих он уже есть. Просто у нас такая провинция, что до нас доходит всегда все в последнюю очередь. Все, до свидания. Вот это была тема, подготовка грядок для выращивания рассады в тоннелях. Ничего дополнительного я не делаю. Просто земля должна быть рыхлая, мягкая, ровная, влажная. Сажу, прикрываю пленкой. Она нагревается там сама. Все, до свидания.